Здравствуйте! В эфире программа «Наши тесты». В нашей программе мы редко упоминаем и просто называем имя Альфа Ромео. Но итальянская марка возвращается на российский рынок, да ещё как! Со спорткаром 4С. Эту машину показали в Женеве в прошлом году, и теперь у нас есть возможность попробовать этот автомобиль в деле. Но прежде мы должны вас познакомить, мы обязаны вас познакомить с историей Альфа Ромео и историей Альфа Ромео в автоспорте. Название Альфа Ромео появилось в 1920 году, и уже тогда компания сосредоточилась на производстве спортивных и гоночных автомобилей. Первые успехи Альфы в автоспорте – заслуги конструктора Яна Витторио и тогда ещё молодого и амбициозного гонщика Энце Феррари. В будущем знакового человека для мировой автопромышленности, который в начале 20-х подрабатывал тест-пилотом Альфа Ромео. Под руководством Витторио итальянцы построили невероятно быстрый Альфа Ромео Пи-2. Эта машина принесла итальянской марке победу в самом первом мировом чемпионате Гран-при 1925 года. На базе Альфа Ромео Пи-2 было построено множество великолепных гражданских автомобилей. Например, Альфа Ромео 6С 1500. Чуть позже Энце Феррари покинул Альфа Ромео и создал собственное производство спорткаров. В начале 30-х в Гран-при не было равных одному из лучших гонщиков того времени – Тацио Мувалари. За рулём Альфа Ромео 8С, а затем и Пи-3. В 30-е годы эти машины считались самыми быстрыми в Европе. После войны Альфа параллельно предлагает покупателю купе кабриолет 6С 2500 и громит всех в чемпионате Формулы 1 на болидах Альфа Ромео 158 и 159. Перевёрнутая капля радиаторной решётки становится узнаваемой во всём мире. Более поздние спорткары вроде Альфа Ромео Спайдер, несмотря на невысокую цену, по сей день объект вожделения автоколлекционеров. Поэтому марку Альфа Ромео правильно считать производителем спорткаров. Появление такого автомобиля в модельном ряду – правильный шаг для Альфа Ромео. Ведь мы знаем, что дела у итальянской компании идут не самым лучшим образом. И именно с 4С может начаться новый этап развития некогда одного из самых популярных и престижных автопроизводителей. Так что собой представляет Альфа Ромео 4С? Этот автомобиль – чистокровный спорткар. Всё ради минимального веса и жёсткости. В основе карбоновый монокок. За спинами водителей и пассажира – полностью алюминиевый мотор. Масса машины – менее 900 килограммов. Ну и, конечно, силуэт. С4 выглядит как слегка уменьшенный суперкар за несколько сотен тысяч евро. Да что там, это и есть маленький суперкар. Пропорции суперкара чувствуются и в салоне. Забираться сюда нелегко. Двери отделаны вот таким пластиком, а закрывать её нужно, потянув чемоданную ручку. Зато для быстрой езды здесь есть всё самое необходимое. Сиденье с вроде бы как развитой боковой поддержкой. Руль со скошенным низом. Лепестки, которыми можно переключать передачи. И вот такой вот дисплей. А вот управление трансмиссией осуществляется вот с такого блока кнопочек, который напоминает нам Феррари или Ламборгини. Правда, там более мудрёная система с переключателями. Здесь же всё проще. Жмём нейтралку. Мы на нейтралке жмём первую. Это драйв. R, закер. Отделка интерьера вроде как есть, а в то же время вроде её и нет. Снизу это карбоновое шасси, собственно говоря. В ногах алюминий. Пластик везде жёсткий и самый простенький. В общем, спартанский интерьер. Конечно, здесь есть и климатическая установка, и самая простенькая магнитола. Но всё это не так важно. Куда важнее, как эта машина умеет ездить. В движении Альфа-Ромео привлекает внимание своим звуком. Выхлоп специально делали чуть ли не прямым, как на гоночных машинах, чтобы все вокруг понимали, что облик 4С сочетается с начинкой. Правда, звук мотора скорее громкий, чем сочный. Немного цифр. Объём мотора всего 1750 кубических сантиметров. Точно такой же, но более тяжёлый устанавливают в хэтчбэк «Джуетта». Мощность этого силового агрегата в теле 4С – 240 лошадиных сил. Этого вполне достаточно, чтобы лёгкий спорткар ускорялся до 100 км в час за 4,5 секунды и развивал максимальную скорость в 258 км в час. Практический расход топлива, если кому интересно, в районе 15 литров на 100 км пути. С первых же метров становится понятно, что Альфа-Ромео 4С имеет все характерные для суперкара черты. Например, это очень качественный саундтрек. Причём не сколько сам мотор шумит, сколько шумит турбина, шумит дорога и так далее. Потому что шумоизоляции здесь нет в принципе. Поэтому любой камушек, который попадает в карбоновый монокок снизу, вы слышите просто прекрасно. О том, что вы за рулём среднемоторного спорткара, всё время напоминает и двигатель. Потому что он находится прямо вот здесь и шумит в правое ухо как надо. И посадка. Конечно, ноги почти на уровне плеч, руль близко, всё здорово и настраивает на спортивный лад. Одно но. Сидения, которые в статике нам казались очень классными, в динамике уже не такие хорошие. Почему? Потому что боковая поддержка минимальная и в поворотах, если вы заходите на высокой скорости, вы просто болтаетесь. По крайней мере, такой человек, как я, худой, болтается изрядно. Нужен вкладыш наподобие тех, что вставляют картингисты. Однако и более крупные водители и пассажиры жаловались нам на то, что сидения не цепкие. Другой момент. Зато забираться и вылезать удобнее именно с такой небольшой боковой поддержки. Но всё-таки, учитывая, как мы мучились, когда садились за руль, наверное, стоило бы ещё усложнить жизнь водителю в момент посадки и упростить в момент езды. А вот к эргономике и обзорности, напротив, претензий никаких. Зеркала крупные, всё в них видно прекрасно. Естественно, в окошке сзади видно только двигатель. Но в целом здесь есть даже парктроник. Правда, за него нужно доплачивать. В движении эта машина ещё больше убеждает вас в том, что Альфа-Ромео 4С не приспособленный для обычной гражданской езды автомобиль. Дело в том, что бог с ним, что нету никаких бардачков, по большому счёту. На ней просто неудобно ездить медленно. Зато быстро очень даже. В Россию 4С привезут к середине следующего года. Причём цена, исходя из того, что в Европе эту машину предлагают за 60 примерно тысяч евро, цена будет в районе 2,5-2,7 миллионов рублей. Какие же конкуренты есть у этого автомобиля? Сразу на ум приходит Porsche Cayman S. Но при детальном рассмотрении эти машины сравнивать совсем нельзя. Однако именно Porsche Cayman самый близкий к 4С автомобилям из доступных на нашем рынке. Если наш прогноз в плане ценника на Альфу окажется верным, то итальянская новинка станет прямым конкурентом обычного Cayman с мотором 2,7 литра и мощностью 275 л.с. Альфа чуть быстрее, но Porsche намного комфортнее и качественнее. По ощущениям от автомобиля, 4С и Cayman полные противоположности. Хотя по габаритам и энерговооружённости вроде бы как одно и то же. Есть вероятность, что с появлением итальянского спорткара пострадают продажи заряженной версии Audi TT. Но это вряд ли. TT RS крупнее, тяжелее и мощнее. Привод у неё полный, а мотор не там, где надо. По крайней мере, если отталкиваться от Альфа-Ромео и Porsche. По философии, 4С максимально близок Lotus Ever. Но российский покупатель может обзавестись им только неофициально. Альфа-Ромео 4С такая же дикарка, как и любой дорожный Lotus. Но при этом обладает грацией Ferrari. И визуально это один автомобиль, а на ходу совершенно другой. Не такой дружелюбный, настоящий боевой спорткар, который вам подарит массу удовольствия в рамках трек-дней на каком-то автодроме. И при этом он совсем не комфортный. Уже к середине тест-драйва мы выжаты с моим оператором как лимоны. Потому что мы хотели поснимать сначала машину в городе. Но сейчас понимаем, что всё-таки пора нам на полигон Балок, на который испытывают все автомобили Альфа-Ромео, вообще концерны, Фиат. Там-то Альфа-Ромео 4С и должна раскрыться в полной мере. Кренов практически нет. Машина настолько жёсткая, что между движением рулём даже на самое маленькое расстояние и уже движением автомобиля проходят какие-то доли секунды. Очень точное и острое управление. И здесь уже в рамках гоночного трека совсем не беспокоит работа коробки передач. На переключение ступени требуется всего 130 миллисекунд. О скорости на трассе говорит недавний рекорд, который итальянцы установили на знаменитом Нюрнбург-Ринге. Купе 4С преодолело круг северной петли за 8 минут и 4 секунды. Это делает её быстрейшим среди дорожных автомобилей с мотором мощностью до 250 лошадиных сил. К слову, с точно таким же временем круг по надшляйфе преодолевает Porsche Cayman S. На гоночном треке Альфа, несмотря на свою послушность, требует от водителя немало сил. Но тут 4С как рыба в воде. Громко, жёстко и очень быстро. К концу нашего знакомства с этой машиной мы устали как никогда. Устали физически, но морально вовсе нет. Альфа-Ромао 4С уникальный автомобиль. Глядя на него, никогда не придёт в голову, что за дружелюбной внешностью скрывается бескомпромиссный зверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова